Всем привет! Доброе утро! У нас сегодня так тепло! Офигенно! Вообще, мне даже немножечко жарко. И знаете, куда мы идем? О, не поверите, мы идем в торговый центр. Да. Не поверите вы в то, что Дима будет покупать себе вещь. Не я, а Дима. Да, а потому что я зарегистрировался на марафон. Да, я буду бежать 10 метров. 10 метров? Да, марафон 10 метров. В общем, я буду готовиться к этому. Вот, на самом деле марафон 10 километров. И я хочу подготовиться, я хочу бегать с утра. А здесь очень холодно, и в шортах бегать не получится. А спортивных штанов у меня нет. Поэтому я иду покупать спортивные штаны. Да? Да. Буду на спортивках бегать. Ко мне пришла эта идея в голову, когда я начал смотреть, что можно делать в Риге. Потому что нам здесь так стало скучно, что вот просто уже гуглили, что делать в Риге. И я узнал, что здесь раз в году есть марафон. Вот. И я решил, почему бы мне не пробежать. Потому что я часто бегаю на беговой дорожке в зале. Я пробежал на дорожке 10 километров. И вроде как себя чувствовало отлично. Я мог пробежать еще даже больше. Но мне тренажер не разрешил. Он сказал, что все, хватит. Ты пробежал уже больше часа. Бегать больше нельзя. Я такой думал, блин, я даже мог больше пробежать. Так что я по-любому теперь регистрируюсь на марафон. Если я могу пробежать больше, почему бы не попробовать свои силы. Вот. И поэтому я планирую с завтрашнего дня, если я сегодня куплю штаны, бегать по утрам. Да. Потому что это на самом деле огромная разница. Бегать в зале и бегать на улице. Потому что на улице поверхность неровная. Есть спуски, есть подъемы. А в зале все очень легко. Ты выбираешь себе темп. Можешь даже включить себе вентилятор. В общем, зальные условия бега это фигня. В общем, не знаю, ребята. Зашли мы в спортивный магазин. Здесь такие цены заоблачные. Это просто жесть. Смотрите, 80 евро за штаны обычные спортивные. Это просто капец. Смотрите, вот обычная, вот вроде как кофта. Вот обычная. Посмотрите, сколько она стоит. 65 евро. Я нашла тебе штаны за 30 евро. Найк. Тебе не нравятся серые? Ну, они прикольные. Можно померить? Нет? Да. С такими ценами это только вот так нужно делать. Ну, понятно. В общем, я вот эти померил только что, которые Катя нашла. По скидке. Но они какие-то... Не знаю, они вроде как нормальные, но... Не стильные, скажем так. Да, мы пошли дальше и поищем. Если что, вернемся к этому варианту. Потому что мне любые нужны просто, чтобы побегать. Так, ты еще один нашла? А сколько они стоят? Тридцать. Тридцать? Ну ладно, давай померю. Тридцать? Ну как тебе? Ну эти прикольные. Эти такие стильненькие. Мне не нравятся. Но мы сейчас все сходим с дедушком H&M есть. И проверим. Потому что там по-любому есть... Может не такие, но там точно дешевле. А если ничего не найдем, тогда уже возьмем вот эти. Смотрите, здесь за такую же цену, как в Nike, мы могли купить штаны. Я мог купить целый костюм. Да. И я, наверное, скорее всего его возьму. Правда, я не знаю, от такого цвета штаны брать. Либо синего. Сейчас я примерю синий и посмотрим. Слушайте, а синие оказались вообще другой модели. Вот, они немного поуже. И мне в них как-то покомфортнее. И они клево контрастируют с красной кофтой. Наверное, я возьму их. Они столько же стоят, да? Сколько? 20? 20. Героотер. Ну, и больше же кофты. Я теперь еще больше люблю шведов. Спасибо. А, думали, у нас закончился шопинг? Нет. Нет. Мы приехали в супермаркет. И сейчас мы будем покупать что? Про-дукты. Продукты. Продукты. А мы взяли вкусный кофе, и прекрасная погода, и мы гуляем. Да, и сезон Матальта Кристо открыт. Да. Где они? Они везде. А еще с нами есть Стас, который прячется от камер. Да, он стеснительный. Стеснительный Стас. Народить подряд мертвый человек. Стас убивается последние дни в зале, поэтому он стесняется. Сейчас сегодня офигенный день. Вот блин, вот что нужно для офигенного дня? Нужно, чтобы температура была на плюс 10 больше обычной, чем в Риге обычно. Чем обычная в Риге, чем обычная температура. Стас говорит, что плюс 15 было бы супер. Плюс 10 когда было так. Пусть с этого они стартуют. Но мы смотрели погоду на неделю, и там не очень хорошие новости. Там снова 6, 7. Короче, давайте не будем об этом сегодня. А сегодня сколько? Плюс 17, да? Да, 17. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, я снова на моей любимой кухне. И сегодня мы будем готовить карбонару. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ой, вкусно Катька приготовила, конечно, вообще. Хотя в нашей семье... Хотя ты уже переел, да? В нашей семье я главный карбонарист. да я готовлю конечно вкуснее чем катя я думаю что наш почему вкуснее знаете почему вкуснее потому что катя перепутала и вместо сливок купила сметану надо было сам покупать а буквально буквально месяц назад или даже немножечко раньше она смелась португалок потому что они вместо йогурта купили сметану а сама также почти купила вот в общем на этой сытой ноте мы будем мы с вами прощаться будем ложиться спать потому что мне завтра вставать о еще не придумал сколько вставать в 6 или пол седьмого потому что я буду бегать завтрашнего дня я купил спортивный костюм да но я хочу проснуться побегать по потом позавтракать сходить душ это все очень долго будет поэтому сейчас 9 и я хочу улететь спать где-то в десять пол одиннадцатого как смонтирую влог как сразу спать мы не знаем будем ли мы завтра снимать потому что завтра у нас пары вот мы не будем обещать если что-то будет интересно мы обязательно снимем и выпустим правда в общем всем пока спасибо за просмотр спокойной ночи пока